Привет, ребят! Новенький проект на канале начинается. Как вы знаете, у меня очень популярная игрушка Евротрак Симулятор 2. Ее очень любят, я тоже тащусь, симулятор дальнобоя, катаемся по Европе, вроде бы ничего такого, но очень атмосферно и круто. И тут мне в один прекрасный момент позвонил мой друг Гриня и говорит, Сончик, а не хочешь устроить ЕТС в реале, так сказать, в смысле? Ну и предложил мне съездить, так сказать, поездочку в Данию, на Копенгаген. И у нас не совсем обычный грузовик. Вот наш грузовик. Гриняна Зетка боевая, которая вот уже что-то куда-то петляет и вот тут вот бусик. Так что на вот таком вот незамысловатом и необычном транспорте мы сейчас движемся из Украины, из Одессы в Данию, в Копенгаген. Думаете, мне то, что поездка будет интересная? Для меня это первый опыт путешествий по Европе. Тут вон носится, носится. Здравствуйте, молодой человек. Матюр. Короче, господа, безумно интересно. Едем в тур такой необычный по Европе, через Германию, через Парон, короче, вы все увидите. Гриняна, у нас что, бенз дешевле, чем в Дании или что? Ты не представляешь, насколько. Серьезно? Ты заказали? Да. Я думал, крафтер заправлять, а тут вон оно как. Нет. У нас не совсем обычная фура, тут есть апартаменты. Смотрите, там сзади есть целая спалка, и я ее уже заприметил. А какие надо категории, чтобы управлять таким транспортом средствам? Чтобы спать. Чтобы спать. Чтобы спать категорию. Слушай, есть старая еще, А, Б, С, Д, Е, а сейчас есть А, 1, А, Б, 1. Ну, короче, я в них не шарю. Но нам нужна Е категория. Ты не можешь ее получить, если у тебя нету С, ну и, соответственно, А, С, ты не можешь получить, если у тебя нету Б. Б – это обычная легковая, Б, С – это грузовик, а Б, С, Е – это грузовик с прицепом. Но у нас вот этот малыш, как мы его называем, 7-метровый, он считается легковой машиной. Это самая большая легковая машина возможная вообще. Если бы на ней стояли сзади спарки колеса, то есть по два со стороны, то мы бы стояли со всеми фурами. И, блин, это бы настолько усложнило проезд таможни. А мы заезжаем на этой здоровой войне, и ты такой, мы легковые, пустите. Но даже с такой легковой, с прицепом на две оси, у тебя нужна категория Е. Понятно. Пару литни сегодня не дадут, видимо. Посмотрим. Да чего же, давай в Германии, там по 800 евро штрафы. О, не-не-не-не, у нас дешевле. Мы и тебя можем дать параллель, мы, в принципе, ничего не теряем. Вот правовой я потеряю, да? Этим временем нас остановили только что полицейским. У нас поломка, перегорел габарит. Благо полицейский оказался адекватный, предупредил нас просто, пожелал счастливого пути. Поэтому небольшая остановочка на ДО. Видали, у Гринни Z практически как на SCAR. Это бутафория. Просто доклейка. Видимо, задолбались менять или черт не знает. Может, по технике безопасности. Короче, вся машина тупо пластмассовая. Ну и сзади, само собой, тоже. Тупо наклейка. Смотрите, какой Гринни шутник. Припарковался, аккурат, делал лужа. Пацанам веселее, да, стоялся? Тебе есть что сказать? Славник все, блядь, через жопу. Да, и через солдат. Ты явно не богатар. Да, ни разу. Но поработал и ехал ко мне. Слава на мне. Говорят, что немцы делают вещи. Это говорят немцы. Разбери какой-нибудь Кварек один раз. Не умри, скоти. Будешь радоваться каждой Тойоте, которая керрики. Особенно приятно смотреть на этот значок в Польсваген. Да, ты его любишь, а в фаре, фаре. Отпечаток воспоминаний. Ненависть к Гитлеру. Не, ну а что, народный вагон. А что у тебя фары пластиковые? Устал менять? На Крафт? Нет, на Z-ке. На Крафт-ке тоже пластиковые. Сейчас все фары пластиковые. Я понял. И поликонтору. Что ты делаешь? Муляж какой-то. Я-то думал, там настоящая Z-ка. Короче, у Z-ки хитрые фары, которые, вот именно на моей, которые, как бы ты ни сфоткал, ты смотришь на них под другим углом, а они внутри такие структуры. Ну да, и мы нашли фары старые, до рестайл, которые можно еще более-менее сделать. Вот там у меня стоит еще одна Z-ка. Сделали эти фары, наклеили все, ко мне как посыпались запросы со всего мира, от Z-точников, которые именно пластик спереди делают. Ты патент сделал? Да нет, ну блин, это уже, я не знаю, продавать кому-то. Я говорю, пацаны, вот вам исходники печатать. Мне довольны, такие скидывают уже там. В Германии одни пацаны, вторые в Бразилии наклеили. Такие пассиво. Гриня надо было запатентовать. Да, и везде должен писаться, подпишись на YouTube Гриня. Конечно. Ну вообще тема. Потому что, кстати, я за свою жизнь ни одной фары передней не разбил. Ну да, задних похерил, наверное, штук 8. А, я понял, именно поэтому у тебя там муляж. Потому что не разбил. 400 долларов штуками. Учаряло. Гуглим, как поменять лампочку на фальсвадьере. Гуглим. Смотрим, что там не хватает. Вот два винтика. Короче, лампочка нас серьезно выбилась. Трое. Гриня, знаешь, почему не так долго ее делают? Потому что пельменей было мало. Да. Вот расплата пельменей была не полностью, не в полном объект. Я знал, я знал. Не ду поменяли. Да, вот жопа. Леха нас убьет. Е-бой. Дай, не дай. Все, понеслась. Через таможню с дымком. Через таможню с дымком. Заехали, короче, верем их в Польшу. Теперь я понимаю, почему их называют пшеками. Когда они с нами общались, эти пограничники, если честно, было очень тяжело сдерживаться, чтобы не заржать. Потому что вот это их пше-пше-пше-пше-пше-пше-пше. Что ты, как я и знаю? Вот талант какой-то, расист. Что это, расист? Кстати, блин, после этой пограничной службы мы реально чуть ли не стали расистами, потому что это пипец. Как говорит Гриня, хуже пограничников мы еще не встречали. Короче говоря, очереди особо не было, но до все про все у нас ушло примерно 6 часов. И когда вроде бы уже все случилось, вроде бы нам пора бы выезжать, опять что-то пошло не так. И польский язык очень смешно. Я не понимаю, почему не обижаются. Я как-то сказал пшеки на стриме. И там сразу мне прилетает донат. Привет, я Роберт. А что это ты оскорбляешь? Да блин, вы сами говорите пше-пше-пше. Ну реально, блин. Это как вы, г-г-г, а не пшек. А не пшек-пшек, это так смешно. Не обижайтесь, ребят. Забавно у вас язык. Видели нубав в Евротрек-симуляторе. Этот чувак едет с телеключенным поворотником уже минут 15, наверное. Едем ржок с него. А ржок нет, я думаю, чем бы кинуть в него. Так с кого я ключи, раздражает. Да раздражает, правда раздражает. А он, наверное, едет на дорогу дураков. Надо зайти в настройки и уменьшить количество нестандартных ситуаций на дороге. Достали, да? Сделай зонтик-то, как я говорю. Надоели уже, сколько можно. Посмотри, они, воню, в четырку делают, если мельзунка заманят. Если мы ждем, сколько там, минуту от силы светофора, то мы ждали минут 5, наверное. Очень долго. Здесь очень много этих самых солнечных панелей. Замечал? Все в них усеет. А, кстати, и с другой стороны, здесь вообще не знают, что такое электромашины. Или фэл, теслы, вообще никто не знает. Ну, я слышал, не рассказываю там в Варшаве. Ну, типа у нас их нет вообще. Мы вот знаем, что такое электрические, но не знаем, что такое панели солнечные. И как там, видно электрическое. Нет, но в Вересине это настолько редко. Да. Опять, что кто-то страной. Это вообще. У вас же еще спинку себе спит. Нет, у меня нормально. О, смотри, какой каек. Все, так можно ехать. Что, погода лёпная? Давай. Круто, круто. Слушай, я ехал, я сходил с ума, жара такая была. Как у вас там спалось нам, сволочь. Ветерком. Да вот, блин. А то чуть-чуть сначала заволохло все облаками, а потом вот этому плевануло. Ну, скажи, в новом Дешкенте с динамической погодой лучше. Да, смотрится. Смотри, какой графон. Это, походу, директриксизация перекрутили. А ну-ка, покажи боковые стекла, как на кабель где растягиваются. Что? Да-да-да-да-да. О, вот это симуляция, я понимаю. Смотрите, покруче, чем в драйв-клабе. Борза отдыхает. Драйв-клаб, драйв-клаб. Драйв-клаб, пока что у нас тут, я по-моему, я, да. А еще я вам скажу, в Полянде жопа с интернетом. Ну, это не окружная, кто у Варшавы, это там вот еще одно кольцо. 3G еле-еле вообще, ни какую историю загрузили. Это Анаболевшим называется. Вот что-то у нас хорошо, мужики. Интернет у нас божественный. Божественный, правда. Больше мне нравится все меньше. Останавливаем себе такие на заправке, покушить, понимаешь ли. Заказываем шикарные такие себе бутерброды и пивасик. Конечно же, надо пробовать в Европе пиво, потому что все говорят, что а топчик. Хрен его знает, чем мы взяли там. Ребен взял-то и ладно. Пованке, так сказать, на пробу. Садимся, берем бутеры. И я такой удовлетворенный делаю, такой пышик открываю. И чудачка там такая. Нонононононононононононононононононононононононононононононононно. Типа нельзя. Я такой... Знаете, у меня был взгляд, наверное, какой-то в Шреке. Кота, кота, блин. Нашкодил, нашкодил все-то. Да, просто как нельзя. перца насыпали какого-то короче да теперь наконец-то можно исправить эту ситуацию в польше вообще что-то как тут люди живут и вообще не представить пиво нельзя пить сладенькое заедись у меня сладенькое не очень они делают вид что они нас не слышали игрение не пиво и не пиво еда дальнобойная мудрость сока бери что-то закрывать чтобы не сгореть у меня рука сгорела за поездку за день просто бабли и печенье красивый загар а да вот вот это лайфхак пацаны как у бухгалтера такой на руках на руках не ходу надевать это вам не виртуальные ваши цац кипец здесь я хочу сказать что виртуальные как-то сильно практичнее и приятнее и самое главное пиво можно любой момент как улучшить реалистичность симуляторе поставить слева ультрафиолетовую лампу точно обязательно это то чего там не хватает что здорово дураков пацаны да 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 включайте мы нашли ее шайка я надеюсь причем в польше не взлетает крылья короче ищите где-то вокруг варшавы валин а я робота плата закручен робота плата и как это работает хорошо классная коробочка реально мы внизу можно использовать вот так ищ так работать и каролей проехали я принял зло так нахрена тогда блин назад будем бухгалтер варшаве гуляем ёпта это как пио бля мне вот это нравится следующий поворот через 414 км да вообще шикарно прям же себя на круизе да ой смотри с левым варшаве но украина маразирате гран туризм н и и и и и Здесь уже люди? А здесь, по-моему, денег надо. Ага. Мы уже находимся практически на границе с Германией, там осталось пилить до Ростока, в Росток, короче, нам осталось доехать 600 чем-то километров, грубо говоря. Я чего хочу сказать, все-таки ETS 2, опять же, уж коль мы о нем говорим и с ним и сравниваем, потому что в основном именно Европу в этой игре я и видел, на автопутешествии, так сказать, это уж у меня впервые такое путешествие, то реально очень много есть моментов схожих. Если говорить о модах, то плюс-минус, вот ProMods, кстати, реально очень похожи дороги, и вот сейчас мы прямо находимся на площадке, обратите внимание, вот этот вот пир-паркинг, которых очень много, где типа можно выспаться. Ребят, просто один в один, реально один в один, очень похоже. И в целом вот эти вот кольцевые дороги, всякие развилки, просто дежавю какой-то, едешь и видишь все то же самое, и автобаны, и платные дороги. Ну, короче, очень интересно, крутой опыт, я бы сказал, я прям очень рад, что поехал в эту поездку, хотя с другой стороны, конечно, сложновато сидеть всю дорогу. Есть только варианты бытия, изредка проветриться, хоть там пару минут размяться. А так автотур это не так-то уж и просто, но когда первый раз, прям куча эмоций, на все это смотришь такой. И в целом, ну, все еще в Польше, красиво все-таки здесь как-то уютно, ухоженно, все. То есть сначала как-то разница между Украиной и Польшей не особо ощущалась, а вот чем мы дальше отъезжали, тем понимаешь, что все-таки здесь как-то больше Европы, скажем так. Вот, но язык очень забавный, люди как-то странно так разговаривают, вот это пше, пше, я когда слышу, я же просто вот так вот сдержусь, ну, короче. Играет музыка. Мы приехали в Росток, глаза слепаются, 4 утра на курантах сзади, вон вы можете видеть тот самый паром, на котором мы сейчас поплывем, а вода тоже действительно будет интересна. Футбайк. Футбайк. Вообще не понимаю. Конечно, с той стороны мы приехали, да, это прикольно. Прикольный атмосфер. Ну а так вот, грузится паромчик. Опачки. Что за вид? Палуба. Это, наверное, самое интересное место на пароме. Еда. Дикие люди, а что там? Что там? Дикий фри? Прикольно, но кроме даже дикий фри есть. Нихрю. Вот это я понимаю вид. Вот это прямо оно. Зачем сейчас этот дождь? Ну ладно, ничего, нормально. Даже не впадлы в дождь постоять. Вид просто суперский. А на судах? Да, поедай тут. Свежо. Что, позагораем? Магаз. А вот и магаз, да. Верхняя палуба получается пустая. Что, пацаны? Beyond the Baltic Sea своими глазами? Что, пацаны? Да что-то, блин, да. Пошли. Ну нахрен. Палубки реально холодно. Охренительно, господа. Ну все, мы плывем. Очень круто. Прямо охренительно. Все, что можно сказать. И дождь прекратился как раз. Просто потрясающе. Еще один паромчик заходит. Они очень быстро ходят. Капец быстро. Круто. Ну все, полтора часа. И мы в Дании. Нам нужна сцена из Титаника. Ааа. Это не чтобы я не поверил. Каких-то полгода назад. Что будем в Скандинавии встречать рассвет. На пароходе с Сончиком. Рассвет. Охренительно. Здесь даже магазин огроменный. Просто огроменный. Типа дьюти-фри. Запах непередаваемый здесь. У нас так не пахнет приятно. Зацените. Прикольненько. 58 евро всего лишь нам всего. И 65. Ну да, прикольненько. Капает. Народ себе отдыхает. Ну блин. Каеф. Вариня, мы с тобой лошары. Все вакантные места мы пропустили. Нужно там в следующий раз будем знать, куда бежать. Первым. Все равно мы заезжаем первыми. 100%. Тогда подключись и к Wi-Fi. А он тут есть? Да. Ооо. Привет, Инстаграм. Тут есть Wi-Fi. С интернетом в Европе реально все плохо. В принципе, до трассы у нас в 3G все плохо. Но здесь как-то вообще печаль. Ром-дом-дом. Вот это было бы ярко. Да, было бы топчик. На обратном пути. Им уже ничего не придется как нас депортировать. Нам уже будет пофиг. Понаехали вот так вот. Вот так вот понаезжает страна. Немцы понаехали. Да не верну. Украинцы приветствуют тебя, Скандинав. Погода такая. Слушай. Она точно такая же была в Ростоке. Это не. А, я понял. Извини. Я видел молнию. Кого видел? Молнию. Ты же в Скандинавии. Самого Тора видел. Как он там? По наковальне долбит. Первый раз Тор встречал. Знаешь что, я вам скажу, первый раз был разрыв мозга в Евротрак-симуляторе, когда я приехал в Великобританию, там на левую сторону. И я такой в панике, а как это в реальной жизни? Да, да, да. Ты выезжаешь с такой херни и на другую сторону едешь. Акклиматизация. Финальный рывок? Да, понеслась. А вот это уже поинтереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА